Здравствуйте, с вами снова Мистер Снейк, и это будут планы дальнейшие, что будет, и одну вам пренеприятнейшую новость расскажу. Дело в том, что я зафейлил вообще весь, ну не то что прям роман, но очень важные диалоги со служанкой, из-за того, что получил слишком много влияния у Визос. Ну блин, я раз наверное 7 играл всегда точно так же, и всегда было все в порядке. Может быть только потому, что до первого поединка я получил максимальное влияние у Визос, и это стало причиной того, что служанка со мной больше не захотела разговаривать, только вот наверное в этом. Еще может быть какой-то косяк, потому что раньше у меня Визос была до 18 уровня, это 100%, потому что без нее вроде престиж класс не дают, и я всегда сразу же получал максимальные очки ее влияния. Короче, я буду переигрывать по-любому, потому что там будет очень важная особенность, которую даст нам служанка, и без нее конечно можно играть, но зачем, когда можно играть с ней. Ну а последний сейф у меня далеко-далеко на Тейлосе. Так что все аккуратненько по видео, мне придется переиграть, и это что-то в районе там 5 частей. Поэтому некоторое время Котор наверное появляться не будет. Ну все зависит от того, насколько быстро я смогу восстановить все события. Ну и естественно не буду тогда получать до определенного момента влияние Визос. Будет немножко расхождение в видео, но постараюсь я упомянуть еще раз и объяснить, чем чревато в общем-то слишком раннее получение влияния у Визос. Заодно еще исправлю один там был косяк, когда надо было вкидываться в телосложение, а я вместо этого вкинулся в силу, ну, два таких косяка. Конечно же все это из-за того, что прохожу две игры одновременно. Ну если еще косячу подобным образом, то наверное больше не буду этим заниматься, и буду все-таки концентрироваться только на одной игре. Ну или две ненапряжных тогда только буду одновременно проходить. Поэтому что будет дальше? В общем-то пока я восстанавливаю все события в Которе, будет выходить Пейнкиллер. Ну а потом когда восстановлю, просто буду проходить две эти игры одновременно с упором конечно же на Котор, потому что сейчас это мейн прохождение. До этого был конечно Старкрафт, его нужно было закончить все-таки пораньше, слишком долго я его уже проходил. Но теперь все-таки упор пойдет на второй Котор. Ну Пейнкиллер ненапряжная довольно игра, я пройду ее достаточно быстро и легко. Почему не Дум? Потому что я говорил, что будут либо Думы, ну либо в общем-то Пейнкиллер. Поиграл я на Найтмерии в Дум первый и второй. Ну и если в принципе я первый Дум думаю, что смогу осилить на последней сложности, то вот во второй мне не удалось этого сделать. Свинья там Овнят просто без шансов. Ну я максимально могу что-то там в районе двух левелов пройти без каких-либо сохранений, но это естественно, что за бред. Сохраняться в такой игре после каждого убитого монстра. Только максимум там между уровнями там, да и то бы не хотелось, но я не настолько круто играю в эти игры. Вот поэтому все-таки наверное оставлю я Думы, тем более, что есть целые кучи прохождений Дума уже на Ютубе. Есть стопроцентные спидраны, которые все равно было бы интереснее посмотреть, чем даже мое прохождение. Хоть они даже и без комментов. Потому что там люди играют действительно круто в эту игру. Я-то никогда в нее особо сильно не играл, просто было желание попробовать. Но ничем хорошим это не закончилось. Поэтому, соответственно, будет пенкиллер на последней сложности со всеми закрытыми картами. Какие смогу, такие я открою, потому что не будет пятой главы. Также я не смогу открыть все карты и в первых четырех главах, потому что некоторые из них связаны с режимом Демона и Душами. Ну, если вы не знаете, то на Безумии нет Душ и, соответственно, нет режима Демона, что увеличивает сложность прохождения. А еще, если вы играете со всеми закрытыми картами, то вы можете еще золото использовать только один раз за уровень. Потому что карты прощения и пощада, по-моему, так они называются, которые дают возможность, соответственно, два и три раза использовать золото за уровень. Они будут просто недоступны. Одна из них дается в конце игры и вторая дается за какой-то там квест, связанный то ли с Демоном, то ли с Душами. Вот, их я получить не смогу. Поэтому, в общем-то, будет немножко хардкора. Но, относительно, все-таки все остальные, которые, в принципе, возможно получить карты, я, конечно же, получу, потому что они существенно облячат мне прохождение. Ну, кому-то это может не понравиться, скажут, что будешь играть в полыгры, да еще и обрезанный в плане геймплея. Но, как бы, если уж делать прохождение тогда не на последнем уровне сложности, а на предпоследнем, надо открывать все карты или там даже на пять звезд проходить. Но такое прохождение уже, ребята, делается сейчас. Если у меня раньше были такие мысли дать какой-то вам выбор, то сейчас таких мыслей уже нет. Зачем делать еще одно прохождение на пять звезд, тем более, что это долго гейморно и не особо много кому надо. Да и оно уже скоро будет выложено полностью на ютубе. Его легко достаточно, кстати, найти, если кому интересно. Поэтому я сделаю на последнем уровне сложности сразу. Такого прохождения, ну, по крайней мере, от русских я не видел. И еще, в качестве сюрприза и в качестве извинения за мои фейлы с Котором, ждет вас одна игрулька. Сразу говорю, что она будет выходить чертовски просто редко, потому что ее прохождение занимает целую гребаную кучу времени. И там нужно очень много-много будет вырезать или ускорять все моментов. Поэтому она там чуть ли не раз в неделю или даже в две недели будет выходить поначалу. Но потом, когда я уже закончу Котор, то пойдет нормальное полноценное прохождение этой игры. И сейчас она так будет изредка появляться. Но давайте пусть она сама себя представит. После тысячи попыток убить крысу еще в туториале. После сотни тысяч попыток пройти ее в открытом мире. После перепробования всего мыслимого и немыслимого. После прочтения сотен гайдов. Наконец-то я нашел способ, как пройти эту игру на ее максимальной сложности. На это ушло, конечно, неимоверно много времени, но... The Elder Scrolls IV Oblivion и его чертов ползунок сложностей. Ты покорился мне и теперь я расскажу, как тебя покорить каждому. Ну, по крайней мере, тем, кто смотрит мой канал. Пока другие страдали, были лишь избранные, кто реально умели играть и знали, как можно убивать этих мобов с одного или нескольких ударов. Вы можете, конечно, не верить, но все это снимается на последней сложности и скоро вы узнаете, как проделывать эти штуки самостоятельно. Всех карт я раскрывать не буду, прохождение ждет нас долгое. И это, скорее, будет даже гайд какой-то. А почему именно сейчас? Дело в том, что я хочу сделать это просто первым, потому что до меня на ютубе были лишь какие-то попытки. Были реально дельные советы в одном прохождении, но нигде нет точной и полной инфы, как эффективно играть на вас в сложности. А от русских-то уж вообще ничего нет. Вот. Так что именно сейчас пока никто не добрался до этого. Но, как я уже говорил, все это будет выходить достаточно редко. И только после прохождения Коттера все это пойдет полным ходом. Поэтому, фанаты Обливиена, не обижайтесь, что редко будет выходить он у нас. Все-таки сейчас Коттера. Фанаты Коттера, не думайте, что из-за Обливиена Коттер станет вдруг от чего-то реже выходить. Я собираюсь проходить Обливиен в свое свободное время от свободного, когда я прохожу Коттер. Ну, как-то так. Ну, вот такие вот у нас планы. Пока нам будущее. И до новых встреч. Удачи. Надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok